Пройдемся по векам истории. О событиях ранее 11 века нашей эры до нас не дошло никаких сведений в письменных источниках. Вероятно, в то время еще не было письменности. Она появилась лишь в 10-11 веках нашей эры. Эпоху ранее 11 века надо представлять себе как первобытную эпоху на заре цивилизации. Вероятно, в то время люди еще не умели строить какие-либо значительные сооружения, а тем более здания, поэтому они жили в пещерах или землянках. До наших дней сохранились лишь примитивные первобытные орудия этих людей. Черепки, кости, кремниевые орудия, ножи, каменные наконечники стрел и копий, примитивные украшения из костей мамонта или зубов хищников. Сегодня все это выставлено в музеях, в залах, посвященных первобытному человеку, жившему якобы за много-много веков и даже тысячелетий до нашей эры. Но, несмотря на отсутствие письменных сведений, в современных учебниках истории много подробностей о жизни людей в эпоху ранее 10 века нашей эры. Учебники рассказывают о легендарных шумерах, о древнейших цивилизациях Месопотамии и Америки, о роскошной древней культуре Египта времен фараонов. В мельчайших подробностях описываются Троянское царство и знаменитая Троянская война якобы XIII века до нашей эры. Просвещенный древний Китай, великий античный Рим, загадочная древняя Индия, древние Осирия, Сирия и Персия, а также древнейшие библейские царства Израиля и Иудеи. И, как нам сегодня говорят, все это существовало в эпоху ранее X века нашей эры. Это неправда. Все это действительно существовало, но только после X века нашей эры, то есть в последнее тысячелетие нашей истории. Реальная письменная история мира оказалась значительно короче, наиболее древним царством был древний Первый Рим, или Ветхий Рим. Столица этого древнего африканского царства была расположена недалеко от устья Нила. Впоследствии этот город стал называться Александрия. Сегодня у нас практически нет сведений об этом царстве. Вероятно, именно здесь зародилась письменность. Причем сначала в виде иероглифов. То есть люди в то время писали картинками. Условно будем называть Александрию Первым Римом. Никаких известных нам сегодня циклопических построек в Египте еще не было. Не было пирамид и сфинксов, храмов и обелисков. Все они будут возведены значительно позже, в эпоху XIV-XVI веков нашей эры. В X-XI веках столица царства была перенесена на Босфор, где возник город Йорос, расположенный на окраине современного Стамбула. Будем условно называть его Вторым Римом. Он же был Евангельским Иерусалимом, античной Троей, средневековым Константинополем. Он же был средневековым Царьградом. Он же – современный турецкий город Стамбул. Следует отметить великолепное стратегическое положение этого города и его мощные военные укрепления, значительные остатки которых сохранились до сих пор. Власть Второго Рима распространялась на многие регионы Запада и Востока. Здесь были расположены Фемы, то есть провинции Византии. Такими провинциями были Египет, Русь, территория Западной Европы, где впоследствии возникнут Германия, Италия, Франция, Испания и другие государства. Второй Рим, он же Иерусалим, святой город, являлся в то время общепризнанным религиозным центром царства. Все Фемы были объединены общей христианской религией. Самостоятельная местная история в Фемах в то время еще практически не записывалась. Летописи велись только в Царьграде, как в столице христианского царства, и отражали в основном события, представляющие интерес лишь для самой столицы. В XII веке в этом Новом Риме произошли важные события, которые впоследствии были описаны в Евангелиях. Пришествие Иисуса Христа, Его земная жизнь, распятие и воскресение. Распятие Христа произошло в 1185 году на горе Бейкас, которая находится на окраине современного Стамбула. В эпоху Христа, то есть в XII веке, сразу и в полном объеме христианство приняло Русь, а не через тысячу лет, как нас уверяет скаллигеровская история. На поклонение Христу пришли русский царь Владимир, то есть владеющий миром, его мать, царица Малка, и его главный военно-начальник или атаман. В Евангелиях они описаны как три волхва под именами Валтасар, Мельхиор и Каспар. В их честь возведен огромный Кельнский собор, в который поместили известный саркофаг волхвов. Таким образом, события, описанные в Евангелиях, произошли недалеко от Царьграда в городе Йорос, на восточном берегу Босфора. Город в современной Палестине, именуемый сегодня Иерусалимом, на самом деле был изготовлен в довольно пустынной местности Ближнего Востока из небольшого арабского поселения Эль-Кутс, не ранее 18 века, или даже 19 века, и объявлен центром поклонения. Но никакого отношения к евангельским событиям он не имеет. Казнь Христа в 1185 году в Йоросе вызвала бурную реакцию как в самой столице, так и в областях фемах Ромейской империи. Особенно на Руси, которая была родиной Марии Богородицы. В конце 12-го, начале 13-го веков именно Русь возглавила крестовые походы, которые двинулись на Царьград с целью отомстить за казнь Христа и наказать виновных. В 1204 году в ходе крестового похода был взят Царьград. Город был разграблен и сожжен крестоносцами, то есть ордынцами, казаками и их союзниками. Они же – античные ахейцы-греки, описанные Гомером в Илиаде. Ахейцев возглавлял так называемый античный Ахилл, он же – русско-ордынский князь Святослав. Это событие вошло в историю как легендарная Троянская война, отразившаяся во многих документах также под названиями Торквенийская война и Готская война. В скаллигеровской истории средних веков эта же война хорошо известна под собирательным именем крестовых походов XIII века, взятие Константинополя в 1204 году, затем падение Константинополя в 1261 году. По сути, Троянская война представляла собой целую серию отдельных кровопролитных войн. Серьменная история придает крестовым походам очень большое значение. Наши реконструкции и их роль вырастают еще больше. Великая Троянская война XIII века н.э. была первой мировой войной среди вековья. Это была война между Востоком и Западом. Она предопределила развитие мировой истории на несколько столетий вперед. С падением Царьграда Иерусалима в начале XIII века н.э. в Ромейском царстве наступает тяжелая смута. Начинается исход. Бегство и одновременно нашествие различных восточных группировок из столичной области, разваливающейся Ромеей. Они расселились по разным странам Европы и Азии. Представители царской династии Ромеи тоже бежали из столицы в провинции прежней империи. Некоторые из них не захотели смириться с потерей верховной власти и начали борьбу за мировое господство. Согласно представлениям арамейских царей, имевшим ярко выраженную религиозную основу, их царскому роду принадлежало полное право на владение всем миром. Причем не только уже известными землями, но и всеми теми, которые будут открыты в будущем. Это право они рассматривали как священное и принадлежащее им по наследству древнее достояние, которое в силу временных причин оказалось у них незаконно отнято и которое необходимо было вернуть. В результате возникло несколько государств, которые считали себя правоприемниками древней Ромеи. Например, Никейская империя. В древности столицей этой империи был современный турецкий город Изник. Одним из таких государств стала и Владимира Суздальская Русь со столицей в Ростове Великом. Владимира Суздальские, в то время ростовские цари, были представителями ромейской династии, изгнанной из Царьграда во время развала Ромеи в начале XIII века. Они, как и другие представители династии, начали борьбу за восстановление империи. Но только им удалось создать, отчасти военным, отчасти мирным способом, мощное многонациональное государство, охватившее Поволжье и Северное Причерноморье. К концу XIII века на Руси возникает сильная царская власть, опирающаяся на огромные природные богатства и ресурсы страны, а также на ее сильную и многочисленную армию – Орду, костяк которой составляли конные войска – казаки. Так во Владимиро-Суздальской Руси возникла метрополия новой империи, наследницы прежней, ромейской. Это была Русь-Орда, или Великая Монгольская империя. Монголо-татарского ига на Руси не было. Не было успешного нашествия иноплеменников на Русь. То, что сегодня объявлено монголо-татарским порабощением Руси, было объединением русских княжеств и усилением царской власти в стране. В 1261 году правитель Никеи с помощью союзных войск Владимира-Суздальской Руси штурмом взял Царьград. Началось великое монгольское нашествие с востока, из Владимира-Суздальской Руси на запад. Это вторжение предопределило исход Троянской войны. Окончательное формирование Владимира-Суздальской Руси произошло при великом князе и великом хане Георгии Даниловиче. Сегодня он нам известен так же, как Чингисхан или Гурхан в иностранных источниках. Вооруженные силы государства назывались словом «орда», что на старорусском языке означало «крупное воинское объединение» — «рать». Словом «орда» называли и вооруженные силы в целом. Благодаря тому, что государство имело неограниченные запасы коней из табунов степной полосы, оно смогло создать огромное конное войско. Так как лошадям требовался подножный корм, то войско по необходимости было печевым. Для содержания рати все остальное население страны было обложено данью — десятиной. Во главе государства стоял царь, обладающий неограниченной властью — самодержец. Столичной областью государства была Владимира Суздальская Русь. В то время она называлась Великим Новгородом, и под этим знаменитым названием вошла в летописи. Центром административного управления был город Ярославль, отразившийся в летописях, как «Ярославово дворище Великого Новгорода». Укрепленные царские ставки располагались в разное время в разных городах. В Ростове-Великом, в Костроме, во Владимире, в Суздале и в некоторых других городах. Сегодня мы называем совокупность этих старинных русских городов «Золотым кольцом России». Слаза нашей реконструкции, царь Георгий Данилович XIV века, он же Чингисхан, основал Великую Монгольскую империю. Погиб в молодом возрасте, как и другие великие цари Монгольской империи, был захоронен на центральном старом имперском кладбище Египта, известном нам сегодня как кладбище на поле Кизех, по-видимому, казацкое кладбище. Здесь захоранивали ханов и императоров Великой империи. В дальнейшем, под пером историков, он размножился на несколько различных персонажей. В частности, он был причинитель к лику святых, мы знаем, как Георгий Победоносца. Кроме того, он же знаменитый Рюрик, князь, отнесенный ошибочно историками в IX век н.э. Он же Сислав Владимирович Храбрый, отнесен историками ошибочно в XI век н.э. Он же Георгий Победоносец, ошибочно отнесен историками в XIII век н.э. Он же Чингисхан, ошибочно помещен историками в XIII век н.э. На самом же деле Георгий Данилович жил и правил в XIV веке н.э. В 1319-1325 годах н.э. К исходу первой половины XIV века, во времена правления Ивана Даниловича Калиты, Русь-Орда начала освоение и колонизацию Евразии и двинула свои войска в западном направлении. Русские конные войска широким фронтом вторглись в Европу. В результате значительная часть Западной Европы была колонизирована. Итогом завоевательных походов великого князя Георгия Даниловича, а затем его брата Ивана Даниловича Калиты, в первой половине XIV века стало возникновение Великой или Монгольской империи с центром во Владимира-Суздальской Руси. Российское царство – это русский термин, а Монгольская империя – это западноевропейский термин для обозначения одного и того же государства. В русских источниках Всемирная империя называлась просто «Вся Русь» или «Российское царство». В иностранных – «Монгольская», то есть «Великая империя». В XIV веке Иван Калита, правивший империей с 1328 года, по 1340 год, основал в Италии и Рим, и Ватикан, как центр светской и религиозной власти в Западной Европе, а также институт римских пап. Иван Калита был одновременно царем и первосвященником – калифом. На Западе оставил после себя множество воспоминаний, со временем обросших легендами и мифами. Например, о средневековом царе-священнике Пресвитере Иоанне. Из-за ошибок хронистов он был описан на страницах Всемирной истории несколько раз под разными именами, в том числе под именем хана Батыя. Таким образом, первая половина XIV века – это начало завоевания мира Русью-Ордой. В течение XIV-XVI веков н.э. Великая Монгольская империя распространила свое влияние на огромные территории Евразии и Америки. Причем это была не военная акция, не военная операция, а более-менее мирная колонизация больших пространств. Небольшие племена, народности, жившие на этих территориях, не могли оказывать серьезного сопротивления казацким имперским войскам. На колонизированных землях возникали большие новые государства и царства. Например, империя Великих Моголов в Индии, Монгольская империя на территории современного Китая, царство Мамилюков в Египте, царство Самураев в Японии, то есть, по-видимому, самарцев, выходствами с Самары, из митрополии Руси-Орды, ну и, наконец, знаменитые царства Майя и Инков на территории Америки. Это завоевание было первой волной. Надо сказать, что в то время речь шла скорее не столько о военном покорении далеких земель, заселенных в основном дикими племенами или вообще незаселенных, сколько об их освоении и включении в империю. Согласно некоторым старинным источникам, например, Иоанна Малала или Мавра Арбини, большинство областей Евразии и Африки в ту эпоху были еще мало заселенными. Поэтому войска Руси-Орды, неудержимо распространявшиеся во все стороны от Волги, оседали на пока еще не освоенных землях и создавали там новые города, поселения, культуры. Например, ордынское освоение Индии той эпохи Известно нам из старинных источников, как появление здесь знаменитых ариев и создание арийско-индийской цивилизации в Индостане. А казаки, пришедшие в Египет, основали там династию мамилюков. Потом они были описаны в истории так называемого Древнего Египта под именем античных гексосов. Многочисленные старинные хроники рассказывают об этом расселении из центра Ордынской империи как о рассеянии народов, как о великом переселении народов, как о великом славянском завоевании, как о возникновении Вавилона. В конце XIV века в Руси-Орде начинается смута. В 1380 году происходит кровопролитная битва между войсками Дмитрия Донского и войсками Кемника Вильяминова-Мамая. Столицей царской ставкой Дмитрия Донского в то время была Кострома. А сама Куликовская битва произошла на месте современной Москвы, где Яуза впадает в Москварику. В то время города Москвы здесь еще не было. Эта битва была сражением за окончательное принятие апостольского христианства как официальной религии всей Монгольской империи. Впоследствии на месте Куликовской битвы Дмитрий Донской заложил город Москву. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Примерно через сто лет существования Русско-Ордынской империи ее правители столкнулись с новыми, невиданными ранее проблемами. В результате государственного строительства на огромных территориях была построена сеть хороших дорог. По налаженным караванным путям по всей Евразии стали легко распространяться эпидемии, которые время от времени вспыхивали на юге империи. Смертельные болезни, чума, холера и другие стали неизбежной платой за объединение под одной властью огромных территорий Европы, Азии и Африки. Выход был найден на пути введения административных границ на территории огромной империи. Первый центр – это Ярослав, он же Великий Новгород на Волге, стал центром Руси-Орды. Второй центр – Стамбул на Босфоре, Константинополь, стал центром части империи Великой Османии-Атамании. При этом Царьград вернул себе свое прежнее значение, которое было у него в XII-XIII веках н.э. При этом властями империи было принято решение о принудительной карантинной чистке областей, где вспыхнула эпидемия. Такими областями, по мнению центрального правительства, были земли Западной и Южной Европы. Туда были направлены казацкие османские войска с жестоким приказом уничтожить больное население этих территорий, заново заселить все эти земли. Эта огромная операция известна сегодня под названием Османско-Атаманское завоевание, она же описана в Библии, как покорение земли обетованной, в книгах «Исход» и «Иисус новин». Таковыми, по-видимому, оказались многие земли Западной и Южной Европы. В эти районы и были направлены войска Орды, казаки с жестким приказом уничтожить население огромных территорий и заново заселить их. Это известная история османского завоевания 15 века. Таким образом, в 15 веке Русь-Орда была вынуждена по второму разу направить войска на юг и на запад. Это была вторая волна завоеваний. То есть завоевания уже подчиненных ранее территорий, на которых, начиная с 14 века, уже находились вооруженные силы местных правителей, наместников Орды, которые не хотели, чтобы их уничтожали. Однако карантинная чистка была проведена насильно и весьма последовательно. На повторно покоренных землях Европы и Азии были посажены новые наместники. В русской истории след этих событий остался как широкомасштабная раздача новгородских земель боярам, детям бояр, дворянам и даже лучшим холопам. В результате на месте древней армейской империи среди 15 века возникла империя Османия-Атамания, империя союзная Руси-Арде, центром в Стамбуле. Кстати, само название атаманов, родовое имя султанов, происходит от хорошо нам известной имени Гетман-Атаман, так звали прародителя атаманских султанов. При этом Западная Европа и вообще вся Евразия находятся пока под властью Великой Монгольской империи. Европа, по-видимому, как-то поделена между Руссией-Ордой и Османием-Атаманием. При этом Европа, как и другие территории Евразии, выплачивают дань центральному правительству. Историки называют эту дань данью султану. В то время в каждой стране Западной Европы был свой ордынский наместник-король. Наместники подчинялись центральному правителю Великой Монгольской империи, то есть императору. Словом, император западные европейцы называли великого царя-хана Руси-Орды, правившего в далеком от них Великом Новгороде. Империя была одна, и император был естественно один. В пятнадцатом-шестнадцатом веках в империи наметился религиозный раскол ранее единого христианства на несколько крупных ветвей религий. А именно, на православие, ислам, католицизм, буддизм и иудаизм. Эти названия они приобретут лишь в семнадцатом-восемнадцатом веках. Таким образом, все известные сегодня основные религии вышли из одного корня, из единого христианства двенадцатого-тринадцатого веков. Этим объясняются в частности выводы, сделанные большой школой ученых девятнадцатого века, работавших в области так называемой сравнительной религии. После обработки огромного материала они обнаружили поразительно много общего между всеми указанными религиями. Но, будучи скованными по рукам и ногам неверной скаллигеровской хронологией, они решили, что христианство впитало в себя многочисленные элементы якобы более ранних культов. На самом деле это не так. Наоборот, прежде единое христианство в шестнадцатом-семнадцатом веках разделилось на несколько религий, каждая из которых естественно унаследовало значительную часть прежнего культа, видоизменив его. При этом поделили и прежде единую символику. Широкий крест стал употребляться в основном православной церковью, узкий крест католической, шестиконечная звезда одна из форм креста иудейством, полумесяц со звездой тоже одна из форм креста мусульманством. Евангелия написаны, скорее всего, в конце двенадцатого века нашей эры или в начале тринадцатого века. Остальные книги, Библии, Ветхого Завета создавались в более позднюю эпоху. Редакция Евангелия, которая сегодня нам известна, дошедшая до нас, относится, по-видимому, к четырнадцатому-пятнадцатому векам нашей эры. А книги Ветхого Завета редактировались и писались даже вплоть до середины семнадцатого века нашей эры, то есть, очень поздно. В шестнадцатом веке империя достигла наивысшей точки своего могущества и расцвета. Ее столицей после Ярославля, Великого Новгорода на Волге, стала Москва. Вместо прежнего небольшого поселения на территории современной Москвы началась грандиозная стройка, на которой работали лучшие зодчие, вызванные из самых разных провинций. Сначала открытым способом был отстроен подземный город. Затем его накрыли перекрытиями и возвели надземный город, Москву. Это гигантское строительство произвело глубокое впечатление на современников и было описано на страницах многих так называемых античных источников шестнадцатого-семнадцатого веков. У Геродота Москва шестнадцатого века описана как египетский лабиринт. В Библии как восстановление Иерусалима. В середине шестнадцатого века Казанское царство, оно же знаменитый Хазарский Каганат, стало центром иудейской религии. Казанский царь, то есть Хазарский Каган и его двор приняли иудаизм. После этого Казань попыталась отделиться от империи. В 1552 году царь Хан Иван Грозный жестоко подавил Казанский мятеж. Не следует думать, что средневековое Казанское или Хазарское иудейство и современное иудейство. Это одно и то же. Многие современные понятия имели в Средневековье совсем другой смысл. Иудей означал славящий Бога. А иудеи в 15-16 веках называли Османию Атаманию со столицей в Евангельском Иерусалиме Стамбуле. В эпоху религиозных разногласий Израилем себя могла называть любая часть провинции империи, чтобы подчеркнуть свою правоту в религиозном споре. В первую очередь слово «Израиль», то есть «борец за Бога», было религиозно окрашенным названием в Российской империи Средних веков. Во второй половине 16-го века в Западной Европе вспыхнул мятеж шардынских наместников, которые не желали больше подчиняться далекому царю-хану Великого Новгорода и захотели стать самостоятельными правителями. В качестве идеологической основы восстания было избрано знамя религиозного отделения от империи. Возникшее на Западе лютеранство мятежники-реформаторы использовали как повод для политического отделения от империи. Подавив мятеж в Казани, Русь-Орда обратила взор на бурлящий Запад. Было принято решение направить туда карательные войска. В русских источниках эти события известны как начало Ливонской войны. Подчеркнем, что Литвой здесь на самом деле назна вся Западная Европа. Историки потом лукаво изобразили дело так, как будто бы речь шла только о маленькой современной Литве в Прибалтике. На самом же деле Великая Империя в 16 веке стремилась привести к покорности всю Западную Европу. И только потом историки стали избежать дело так, как будто бы карательный поход был направлен не против всей Западной Европы, а только против маленькой современной Литвы в Прибалтике. Началась подготовка к крупному карательному походу в Западную Европу. Но в этот момент и в столице Империи началась смута, которая переросла в террор и опричнину. Согласно нашим исследованиям под одним именем Иван Грозный на самом деле представлены четыре реально правящих друг за другом царя в русской истории. Позднее арманские историки лукаво их объединили под одним именем и назвали общим именем Иван Грозный. Первый царь Иван Васильевич В его царствование была взята Казань но впоследствии царь Иван IV заболел стал блаженным и отошел от дел. Сегодня он известен нам под именем Василия Блаженного В его честь на Красной площади Москвы был построен величественный Покровский собор который в народе так и называют храмом Василия Блаженного Затем царем стал малолетний сын Ивана Грозного Дмитрий От его имени десять лет правила избранная Рада опекунский совет во главе с Адашевым Именно в это время началась Ливонская война чтобы привести к повиновению Германию охваченную мятежом реформации После трагической гибели царя подростка Дмитрия на престол взошел его младший брат Иван Своцарения Ивана государством фактически стали править его родственники по материнской линии прозападно настроенные Захарьины Романовы Именно они воспитывали Ивана В результате у власти на некоторое время оказалась группа лютеран которых русская православная церковь назвала жидовствующими Они сорвали Ливонскую войну то есть уже начавшийся карательно русско-ордынский поход на запад В русской истории началась эпоха опричнины Произошло крупнейшее избиение ордынской знати в том числе и наследников русско-ордынского престола а также разгром старой русской столицы Ярославля Знаменитая опричнина закончилась московским разгромом 1572 года В это время громили уже саму опричнину Это был по сути разгром клана Захарьиных После этого к власти пришел Симеон Бекбулатович глава земщины член царствующего дома Он принял царское имя Иван и пытался продолжить Ливонскую войну Но силы Руси были истощены смутой и террором По мнению авторов новой хронологии позднее эти четыре царя были слиты в один образ Образ царя Ивана Васильевича Грозного И так в конце 16 века была разгромлена опричнина и восстановлена правление старой ордынской династии Это была новая династическая ветвь Симеон Иван Затем его сын Федор Иванович и потом Борис Годунов Однако было уже поздно Протестанты заняли прочные позиции при царском дворе Руси Орды Вскоре последовала новая крупная смута начала 17 века Царская власть перешла к Романовым В результате откровенной прозападной политики Романовых и военно-политического ослабления самой Руси империя распалась на несколько государств Россию Турцию Австрию Германию Польшу Швецию Францию Испанию Египет Англию Китай Индию Америку Японию и некоторые другие государства Европы и Азии В Западной Европе отколовшиеся от митрополии бывшие монгольские наместники вступают в яростную схватку за земли и влияние Вспыхивают тяжелые войны известные сегодня как войны реформации Яростный дележ наследства Великой империи растянулся на многие десятилетия С целью обосновать свои права на захваченную и распределенную между собой власть узурпаторы мятежники в Западной Европе и Романовы на Руси были вынуждены переписать историю прошлого Великая Монгольская империя была стерта со страниц летописей Многие важные события сознательно отодвинуты в далекую древность Именно для этой цели была создана фальшивая скаллигеровская хронология намеренно удревляющая даты многих событий XIV-XVI веков создавая лживую угодную им версию истории новые власти стремились доказать свою якобы древность а следовательно утвердить и несуществующие у них якобы наследственные права на престол В провинциях ставших независимыми на основе прежнего государственного церковно-славянского языка империи и местных диалектов реформаторы быстро изобретают и активно внедряют новые языки Так появляются например французский немецкий испанский английский языки а также древняя латынь и древний греческий Это позволило мятежникам реформаторам возвести языковые барьеры между населением новообразовавшихся государств Цель была понятна разрушить прежнее единство империи Но даже после распада империи для Западной Европы все еще существовала опасность что кризис на Руси будет преодолен Успех мятежа реформации все еще не был закреплен и в общем-то в значительной степени зависел от прихоти московского царя Романова пусть даже и союзника Западной Европы Сегодня он ставленник и союзник а завтра может передумать Кроме того существовала и Турция атамания которая вообще не подверглась разгрому Очаг мятежа Западная Европа старалась не допустить возможности возрождения Великой Монгольской империи Вероятно не в силах добиться этого военным путем западноевропейские политики основной упор сделали на дипломатическую работу Целью Европы стала расколоть бывший союз Руси Орды и Турции Атамании Эта задача была успешно реализована Романовы начали проводить политику отталкивающую Русь от Турции Именно в это время начались русско-турецкие войны Теперь уже Руси и Турции было не до Западной Европы Они выясняли отношения между собой На некоторое время Западная Европа получила передышку Предпоследняя попытка Орды вернуться к власти это так называемое восстание Степана Разина которое на самом деле было не восстанием а войной между двумя государствами осколками бывшей империи А именно московским государством где у власти уже были бояре-мятежники Романовы и южно-русским астраханским государством где у власти оставались потомки старой русско-ордынской династии Степан Тимофеевич Разин был воеводой астраханских ордынских войск В этой войне Романовы существенно опирались на военную поддержку Западной Европы Их наиболее надежные войска рейтерские полки были укомплектованы иностранными западноевропейскими наемниками Война закончилась поражением ордынских войск и присоединением территории Астраханского государства к Москве Однако пока еще оставалось огромное русско-ордынское государство охватывающее Сибирь Дальний Восток и значительную часть североамериканского континента Называлось это государство Великая Тартария В 17-18 веках были подавлены все очаги сопротивления старых монгольских династий Так, ордынские цивилизации на территории Америки были подтоплены в крови войсками западноевропейских реформаторов которые вторглись сюда в 17-18 веках Потом все жестокости этой операции западные историки сдвинули во времени примерно на 200 лет вниз в 15 век и задним числом приписали эпохи ордынско-османской колонизации Америки Лукаво назвав прежнюю и довольно мирную ордынскую колонизацию 15 века кровавой испанской конкистой Тем самым из-под тишка перекрасили на бумаги белое в черное и наоборот переложили свои зверства на других В конце 18 века произошла известная война Романовых с Пугачевым Эти события 1773-1775 годов были вовсе непростым подавлением крестьянско-казацкого восстания как нам объясняют сегодня Это была самая настоящая крупная война Романовых с последним независимым русско-ордынским государством Великой Тартарией столицей которой был сибирский город Тобольск Только выиграв войну с Пугачевым Романовы впервые получили доступ в Сибирь Американцы только после этого впервые получили доступ в западную половину североамериканского континента и начали ее быстро захватывать Но Романовы тоже не дремали Поначалу они успели отхватить Аляску Однако удержать ее в конечном итоге не смогли В результате победы над Великой Тартарией на обломках Ордынской империи в Америке возникли Соединенные Штаты Америки Окончательно дележ империи закончился уже в 19 веке Этот пир победителей был начисто стерт со страниц учебников по истории Даже в 18 веке правление Романовых во многом оставалось оккупацией России иностранцами Известное крепостное право было введено первыми романовыми и было ничем иным как порабощением коренного населения на завоеванных иностранцами землях бывшей митрополии были сломаны вековые традиции и обычаи русского народа была предпринята попытка провести глубокую церковную реформу которая к счастью не увенчалась успехом и привела лишь к расколу но не разделению русской православной церкви и лишь спустя много лет уже ближе к концу своего правления Романовы изменились как бы мутировали под воздействием многих факторов русской жизни и превратились в русских по духу царей Россия оккупированная западными европейцами в 17 веке в значительной мере переварила первоначальный западноевропейский режим Романовых после войны с Пугачевым укрепившись на престоле и оказавшись во главе огромной страны Романовы почувствовали себя настоящими хозяевами большого и богатого государства и решили возродить Российскую империю в широком смысле этого слова «Алмин» 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 «Алмин»